Будем жить, Макарыч, будем жить. Он был любимцем зрителей, комиком шалопаем на экране. При этом немногие знают о его героической фронтовой биографии, количестве орденов и острейшем жизненном одиночестве. Актер Алексей Смирнов ушел на фронт добровольцем, о войне говорить не любил, а умер довольно рано, не пережив вести о смерти близкого друга Леонида Быкова. Шурик, Шурик, вы там заморец? Это же не наш метод. Где гуманизм? Нет. Надо, Федя. Надо. Эта реплика ушла в народ буквально после первых показов фильма. Алексей Смирнов, исполнивший роль хулигана и тунеядца Феди, стал народным и всеми любимым артистом. Он был одним из самых популярных комиков Советского Союза. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Его актерская карьера началась еще в конце 30-х годов. В начале войны он и его брат добровольцем ушли на фронт. Алексею Смирнову был 21 год. Служить он попал в войсковую разведку, неоднократно ходил в тыл врага, командовал огневым взводом в 169-м минометном полку. Прошел путь от рядового до лейтенанта. Алексей Смирнов не любил говорить о войне. И точно не считал ее героическим фактом своей биографии. О подвигах военнослужащего Алексея Смирнова из наградного листа. 20 июня 1944 года в районе высоты 293 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой с личным оружием. Огнем из винтовки и автоматов батарея отбила нападение немцев. На поле боя осталось 17 гитлеровцев. Смирнов лично взял в плен 7 гитлеровцев. Алексей Смирнов получил 11 боевых наград, среди которых два ордена славы, орден красной звезды, медали за отвагу и за боевые заслуги. Он прошел всю войну, но закончить ее в Берлине не удалось. В одном из боев за Одерский плацдарм актер заработал тяжелую контузию. В 1946 году Алексей Смирнов вернулся на сцену в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где несколько лет играл в массовке. Но однажды на гастролях в одном из городов актер, заметив группу военных и узнав в одном из них маршала Жукова, направился к нему и отрапортовал «Товарищ маршал, разрешите доложить, лейтенант Алексей Смирнов». «А что сейчас делаете?» – поинтересовался Жуков и пообещал прийти вечером на спектакль, после чего в театре ему начали доверять роли второго плана. В конце 50-х фильмы с участием актера-комика получают оглушительный успех. У Смирнова был очень хороший голос, но он никогда не занимался вокалом. Он много читал и много знал. Но режиссеры делали ставку лишь на внешность этакого добродушного чудака. У него не было никакой звездности, стеснительный и очень добрый. Из-за контузии он остался одиноким. Не захотел своими проблемами обременять любимую женщину. Часто посещал детский дом, мастерил детишкам игрушки, хотел усыновить ребенка. Но этого так и не случилось. Жил вместе со старенькой мамой в маленькой коммуналке в Ленинграде. Он умер, когда ему было 59 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова